Вставьте плюсики в чат. Хорошо, сейчас я поставлю на запись. Еще раз добрый вечер, вернее, еще добрый день. Всех поздравляю, мамочек, с праздником, с Днем матери. Желаю всего самого лучшего. Сегодня тема у нас вебинара такая, что 17-й каталог у нас было 2 недели. У многих, что у нас уже эти, как вам сказать, не первый раз, двухнедельные каталоги. Сегодня я вам покажу, как выглядела структура в эти каталоги. Потому что многие, кто еще не был на двухнедельных каталогах, боятся не подтвердиться, боятся упасть из уровня и тому подобное. То есть, об этом сегодня поговорим. То есть, вот так вот в основном пишут в чат и боятся. То есть, 2 недели. Как подтвердиться за 2 недели каталога с тем же оборотом. То есть, я вот не вижу в этом проблем. Почему, я вам расскажу. Так, вот эти вопросы боятся ли упасть. Вырасти за 2 недельный каталог. Ну, то есть, вырасти за именно 17-й период и за 3-й период 2017-го года, так как он тоже будет у нас 2-х недельный. И, то есть, это у нас те, кто первый раз будет участвовать в 2-х недельном каталоге. Да, не паникуют, но боитесь, да. Ну, здесь бояться нечего. Просто я сейчас покажу, как, ну, вот реально, как выглядит его структура и расскажу, почему то или иное. В этом каталоге, как вам сказать, в 17-й нужно было просто работать с теми. То есть, те дела, которые вы делали ранее за 3 недели, вам нужно будет уложиться в 2 недели. То есть, соответственно, и период кутирует чуть-чуть побольше. Но, в основном, почему люди боятся и почему веточки, например, некоторые вот в прошлом каталоге, в прошлых, вернее, 2-х недельных каталогах чуть-чуть подупали, а некоторые, наоборот, выросли. То есть, почему это? Прежде всего, я могу заметить, то есть, эти 2-х недельные каталоги, которые были, где лидеры настраивали себя, как, то есть, лишь бы удержаться, как раз они и чуть-чуть подупали или стояли на одном уровне. То есть, а те, которые веточки не задумывали даже, то, что каталог 2 недели, наоборот, выросли. То есть, смотрите, я вам выписал табличку, как раз это 17-й каталог и 3-й каталог, 17-й каталог 2015-го и 3-й каталог уже 2016-го года, то есть, в этом году был. То есть, смотрите, я вам могу показать такое, да? То есть, вот, смотрите, оборот веточки, вернее, нашей структуры в 16-м каталоге был 26 тысяч баллов, а в 17-м каталоге вышло 26 600. То есть, прирост был, хоть и не маленький, но он был. То есть, это было как раз тоже за 2 недели каталог. И такая же ситуация была, именно вот второй каталог 40 тысяч 450 баллов и 40 тысяч 500 баллов. То есть, здесь был рост, как сказать, маленький, да? Но падения вот у нас лично по групповому обороту и по личной группе не было. То есть, был как раз только прирост. Сейчас мы разберем, вот как раз я вам и обещал, как выглядят веточки, как раз в тот период. Некоторые вот люди, которые с нами давно, они знают, что сейчас у нас идут люди по бренду, да? И не думают, что, как вам сказать, то, что за счет бренда у нас веточки уже тогда растут. Нет, я вас разочарую. У нас люди где-то пошли с весны, с лета. Люди активно пошли к нам регистрироваться. И как бы сейчас мы в основном растем на бренде. А вот тогда, в тот момент, когда был как раз 2017-го, 2015-го года, и эти каталог люди к нам особо не шли. И мы работали, как и вы, вручную. То есть, отличий не было. Ну, давайте посмотрим именно слайд, где он, не знаю, видно, не видно. Видно циферки? Напишите, плюсики. Плохо, да. Надо было на зелье в саду, ничего страшного. Но здесь я могу вам сказать, то, что те веточки, которые вели мы, еще до 12% вели, да, они росли. Потому что мы, как раз, не задумывались о том, то, что... Так, давайте... То есть, вот здесь вот взять Шаричева, Татьяна Анатольевна, оборот составлял 464 балла, групповой в 16-м каталоге, да. И в 17-м она показала 625 баллов. Вот эта циферка, я точно уже тоже мелковато вижу, но я примерно цифры знаю и могу рассказать. То есть, здесь также открылась новая веточка, и она также, вот чуть-чуть ниже, 165. Она была... Вообще, ее не было еще этой веточки, мы ее завели как раз в 17-м каталоге, и она выросла на 165 баллов. Здесь следующий слайд, в принципе, он идет идентичный. Почему? Потому что здесь также вышло. Здесь можете по глупому породу, я потом, наверное, сделаю эти скрины на Яндекс.Диск, чтобы и с подписями, чтобы вы немного поняли, также разобью, чтобы вы поняли, скину это в чат активного роста, и там можете раздавать их, кто в нем не состоит, вашим новичкам. Чтобы было именно понятно, о чем я говорю. То есть, вы могли бы сравнить именно обороты в одном каталоге, предшествующем, и обороты веточки в другом. Здесь могу на этих слайдах показать даже директорской ветки, которые у нас уже были, они, некоторые чуть-чуть подупали, и большинство осталось на том же уровне, который был, например, в 16-м каталоге. А есть веточки, которые остались на месте. В основном, вот, как вам сказать, даже когда мы обсуждали с лидерами, то, что зачастую лидеры сами себя навязывают, то, что они не подтвердятся, они не выйдут на тот уровень, который был, то есть, именно. А вот те лидеры, которые именно работают, и не думают об этом результате, то, что выйдут они, не выйдут, они растут. Вот даже вы можете в следующем каталоге заметить, как к концу каталога уже будут открываться, пусть там, 3, 6, 9% новых, потому, что эти веточки именно выросли. То есть, договорились с вами, я скину эти вот как раз скрины, потом на Яндекс.Диск сделаю фотки отдельно, чтобы вы могли поближе уже смотреть, чтобы циферки были лучше видны. Потому что в резервной презентации они казались здесь еще меньше. То есть, когда я создавал презентацию, они не так были читабельны, а именно на экране уже не читабельны. То есть, вы какие-нибудь готовьте вопросы, то есть, если вас что-то интересует, я расскажу вам. Вот это то же самое, я как бы, вот сейчас вот можете почитать, то же самое, я вам сейчас это рассказывал. Просто сейчас у вас, вот именно в этот двухнедельный каталог, вы должны именно просто проработать, здесь не думать, что подтвердится, не подтвердится. Во-первых, для того, чтобы именно подтвердиться, я сейчас отвечу, чтобы подтвердиться, например, вам нужно, во-первых, проконтактироваться со всеми вашими новичками, которые идут по стартовой программе. То есть, чтобы они знали, что у них есть две недели, чтобы сделать и оплатить заказ. Чтобы не было такого, потом были такие ситуации, писали нам через сообщество, то, что я не знал, то, что двухнедельный каталог, и из этого я слетел со стартовой программы. То есть, чтобы такого не было, без задницы, где вы будете это делать, в соцсети или через почту, на человек можете, и написать и в соцсети, и на почту, и через кабинет можете написать, чтобы человек знал, то, что у него две недели на то, чтобы сделать и оплатить заказ. То есть, и так же со своими новичками, которые пришли на бизнес, те, которые хотят получать зарплату по своему уровню, то есть, кто за три, кто за девять, но за двенадцати процентники, наверное, уже знают, что нужно делать 50 баллов в каталог, чтобы именно получать объемную скидку. То есть, но нужно все равно, если кто-то не знал, вы должны это довести своим лидерам. Именно то идет по стартовой. То есть, этот каталог, я вам могу сказать, проведено у нас по структуре уже почти четыре с половиной тысячи регистраций, из них почти тысяча двести сделали первый заказ в каталог регистрации. Еще сейчас новички, как и всегда, вы сами знаете, то, что в основном люди любят делать заказы и оплачивать в конце каталога. То есть, вы работали два раза больше времени. Я бы не сказал, что мы работали два раза больше времени. Нет, мы работали точно так же. Но мы не думали, что будет, какой результат. Мы просто шли на результат. И так же вы должны идти именно на тот результат, вам нужно именно ставить цель не удержания уровня, а именно рост. Есть ли в отчетах информация о новичках, кто ведут по стартовой программе. Есть такой отчет, как раз в раздел отчеты зайдите, там есть отчеты по стартовой программе. Там есть и отчеты первой линии, и есть отчеты в глубину. Аня, да, высылала, то есть если нету, не нашли, обратитесь в личку, Аню вышли. Или, да, вообще письма мы рассылаем, кто у нас в друзьях состоит, в сообществе Фоберлик, то всем письма от нас доходят. Пусть даже в директорской структуру, если у нас в друзьях, то письма ему приходят, потому что мы рассылаем личная группа, новички и друзья. То есть в принципе я вот хотел вам донести именно ту мысль, то что вот здесь присутствует Аня Атомайз тоже как бы но она в те каталоги просто вижу, потому что Кайвер Хедаха и так и называю, то что они остались на одном уровне, то есть их веточка не упала и не выросла. Там выросло немного баллов. То есть именно сейчас ваша задача вот я и говорю, то что во-первых рекрутирование, пусть сейчас еще даже Новый год далеко, просто рекрутируйте, люди уже идут, потому что на улице мороз, заняться уже, огородов уже нету, соответственно, люди идут, то есть и люди сделают заказы, потому что вы сами посмотрите, вы можете про сортимент рассказывать людям, про цены показать котелок, и вот у нас ненечка еще пришла сегодня, заглянула в котелок и говорит, это что за цены? Говорит, вот реально смотришь, и все по сравнению даже с магазином дешевле. То есть продукции именно нашей компании уже выгодно покупать у нас чем в магазине? Так, я уже посмотрел ОС, если не ошибаюсь. Да, ну да, можно посмотреть ОС, если вы сделали 50 баллов уже. То есть если вы находитесь на процентном уровне, у вас есть 50 баллов. Так, 128 человек на вебинаре. Если у кого-то есть вопросы, пишите. Не стесняйтесь, потому что эта тема на данный момент очень актуальна, так как завтра начнется новый котелок. Я даже быстро вложился из-за того, что сейчас сладьи не было видно. Да, что всем понятно, но все равно я не верю, что уже 130 человек нет вопросов вообще. Но запомните, глупый вопрос тот, это не заданный вопрос. если век не было долгое время, что делать в сокращенном каталоге? Век не было. Я вам сказал, что 4,5 тысячи пошло по структуре, то есть регистрации есть, просто вам нужно разобраться. Так, Людмила, то у вас наставник напишите, то директор. То есть почему нету регистрации? Некоторые есть, в основном, как вам сказать, созваниваемся с некоторыми лидерами, пишут, что нету регистрации. в итоге получается то, что 5-10 страничек в одной соцсети и они работают с них не каждый день. И какой может быть результат? Вы сами должны понимать, что мы рекомендуем охват людей 300 человек в день, чтобы получить хотя бы одну регистрацию, чтобы в среднем выйти на одну регистрацию. Так, работать нужно в обычном режиме на заказы. Да, это все то же самое, просто прежде всего, чтобы, даже если подтвердиться, вы думаете, вы должны свою структуру именно оповестить о том, что каталог две недели. А если хотите вывести, вам нужно побольше регутировать, если, например, в этом каталоге будет хороший привес по баллам, если хотите такой же, вам нужно поработать наполовину больше, порекрутировать и поработать за структуру, наполовину больше. И будет точно такой же прирост по баллам. Да, как говорят, меня многие спрашивают, вот, если честно, уже очень много людей спросил, в чем ваш секрет, почему к вам люди на регутирование идут, а у нас нет. Я вам отвечу, нету ничего секретного, что мы могли вам дать, чтобы у вас так все пошло дело, да, просто нужно работать, 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 работать. Если у вас плохое настроение, и вы садитесь за компьютером, чувствуете себя, не хочется вам, лучше всего не рекрутировать. Почему? Потому что к вам будут, если даже придут люди, то не с такой энергетикой, которая нужна. Вы всегда должны работать именно на позитиве, не думать о конечном результате. Просто как говорится, работать, работать и работать. Все правильно написали, настроек именно должен быть позитивным. Если вы делаете 300 охвата в день именно с хорошим настроением, не думаете о плохом получится, не получится. В основном даже есть лидеры, с которыми мы общались, то есть директора в основном сейчас уже, с которыми год назад общались, которые начали применять это. Вы должны холоднокровно относиться к результату, то, что у вас было и будет, то есть то, что есть, именно все получится, но именно все вот эти тараканчики, которые там получатся, не получатся, вам сами мешают в этом бизнесе. Вера, ну вот я прослушал, даже не читаю, я прослушал квадрант денежного потока книги «Бедный папа», «Богатый папа» и «Фильм секрет», то есть сейчас, если честно, времени на прочтение книг не хватает, если честно. то есть здесь прежде всего вы пришли в сетевой маркетинг и вы должны понимать, то, что в сетевой маркетинге прежде всего работа начинается именно с себя, то есть почему с себя, потому что чему нас всю жизнь учили, это отучишься и пойдешь работать, то есть это барьер выстроенный годами, то есть если вы в своей голове сломаете этот барьер, то есть кроме работы можно еще чем-то другим зарабатывать, директора уже сломали этот барьер, я знаю, что они пойдут дальше, а вот когда сзади поставьте плюсики, кто здесь новички, то один-два каталога работает. вот как бы присутствуют новички и это хорошо, то есть я это говорю вам, если вы сломаете этот барьер, то что именно то, что нам навязали именно даже как сказать государство, вся эта система, то у вас все будет получаться. То, что прежде всего вот когда мы переписываемся вот какие-то проблемы, когда созваниваемся с новичками, прежде всего именно ломается этот барьер. Если вы сможете сломать морально этот барьер, то что вот как нам в основном говорят, что вы встречали, что мы встречали, нам родители говорили, здесь вы не заработаете, вас здесь обманут, вам ничего не заплатят, вообще это лохотрон. То есть с этим наверное 99% встречались. 17 каталог и 3 каталог 2017 года будет двухнедельным. есть и вот да, трудно когда родственники родители не поддерживают, а еще говорят что-то плохое. Трудно, но когда во-первых вы просто сама мотивация это когда вы выйдете на доход и докажете то, что вы зарабатываете здесь. Вот это вы получите самое большое удовлетворение если честно от бизнеса когда вам говорили то, что вы не сможете а вы смогли. То есть после того как мы показали то, что у нас есть деньги все вопросов больше составлены родителей не было. Да они как бы нам толком то не мешали но все равно морально если не поддерживать родственники трудновато если честно да но все возможно сделать самому то есть запись да будет в основном бьешься с собой или с окружающими здесь дело в том что как вам сказать я могу даже привести вам пример то что вы пошли зарегистрировались компанией у нас да вы можете предложить родственникам они у вас откажутся но им будет проще принять предложение от постороннего человека которого они не знают почему так я не могу сказать почему потому что для меня это кажется загадкой как у меня я одного друга звал звал оказался он не знаю если честно в пирамиде которой нужно было порядка 60 тысяч рублей вложить я даже не знаю название он не сказал вот почему а когда зовешь в нормальную компанию где ты на тот момент когда я его звал мы уже зарабатывали странно да у нас вот еще брат у они также не надо мне этих сетевых маркетингов останьте от меня я больше приходить не буду если вы будете заикаться сетевого маркетинга то есть ну если честно запад у него как сказать для нашего поселка очень хорошая то есть там он не 15 получает не 20 больше но все равно он работает просаживает свои дороги на вредной работе причем за вредность ему не доплачивают да некоторые считают секты ну как он сказать как в одноклассниках там переписывались в комментариях может кто видел то что тоже типа такого-то что лохотрон и тому подобное вы задайте всего вопрос вот смотрите конечно и мы сами насчет этого она все меня сначала пытается сейчас вот трудовая книжка для чего она нужна для пенсии да все это знают но с 18 года будет в России именно принят закон то что каждый год будут добавлять пенсионного возраста по полгода то есть как получится через сколько-то лет будет 65 возраст во-первых сейчас я на зоне когда работал до этого всех кто старше 55 лет просили оставить свои места чтобы принять молодежь на работу чтобы они зарабатывали то есть 55 куда вас возник на работу вам нужно искать именно работу то есть дворником или там на низко оплачевую работу если у вас даже была хорошо оплачевая работа даже 65 лет вышли вы на пенсию получаете ну для начала пенсия будет 6-7 тысяч рублей в лучшем случае то есть ну сами знаете в России что такое 6-7 тысяч рублей то что это за квартиру заплатить а есть уже ничего не остается то есть вот такое получается то что юг средний возраст в России продолжительность жизни 65 лет то есть половина до этого возраста даже не доживет сейчас я почитаю ну вот сами даже здесь многие понимают что до пенсии еще надо дожить чтобы ее получать а как тут начать разложение я не работаю на основной работе Екатерина я могу дать ответ во первых если вы не хотите покупать даже Наташа покупки и покупки даже если вы не хотите вообще покупать продукцию компании то в любом случае вы можете ее продавать и иметь еще дополнительный доход уже как бы этот доход идет именно сразу же то есть вы вам заказали вы пошли в кабинет оформили заказ оплатили его он пришел вы его забрали отдали людям вам дали деньги и вы получили еще разницу 20% если вы делаете 50 баллов то вам идет разница 26% доход доход у нас нянечка тоже начала и ей компания по вип стажу подкинула консультанта и та ей заказала платье от Ахмадулина в итоге она получила только с одного платья 1400 как бы 1400 как вам сказать на дороге не валяются это если нормально в дом купить то на два дня семьи трех человек хватит как продавать во первых сначала вы оформляете первый минимальный заказ это первый заказ для себя вы сами посмотрите во первых даже вы можете взять электронный каталог выписать цены на продукцию у нас и сравнить ее придя в магазин а тот что путь который вы покупаете то есть вы еще скорее всего на покупке в компании вы сэкономите по сравнению с простым магазином если попать в день да если попать в день продавать это уже в каталог получается 30 тысяч рублей то есть если вы в городе живете это реально найти здесь выходы есть всегда безвыходных ситуаций не бывает безвыходная ситуация это когда вы уже как сказать опустили руки и решили то что ладно оно так будет все вот тогда вот это безвыходная ситуация если заказы заказ был в 16 каталоге на 50 баллов то 26 да вот скидка будет 26% в следующем каталоге то есть и в последующем то есть нужно здесь если вы например в следующем 50 баллов не сделаете то в 18 каталоге скидка будет снова 20% так и категорина у вас тогда только именно цель идет продажа то есть вы можете показать каталог своим родственникам которые закажут у вас продукцию по каталогу вы закажете им они вам деньги дадут то есть родственникам конечно же вы будете доверять то что они вам деньги сразу же то есть вы здесь начнете продавать ваши родственники тоже узнают что за продукция какого она качества то есть качество и цена очень хорошие Да, вот как берите 100% предоплату, то есть вам заказали, вы сразу же говорите, что когда, например, заказ даже пришел, вы можете попросить уже 100% предоплату, то есть заплатили и принесли человеку. То есть здесь просто главное понять, вы должны именно найти выход, то есть если у вас денег нету, я с вами согласен, что бывают такие ситуации, но выходы всегда есть. То есть если вы не будете искать выходов, вы останетесь в том положении, в котором сейчас. То есть если вы хотите изменить свое положение дел вообще в жизни финансовом, то нужно искать выходы. Так, что вы взяли из сегодняшнего вебинара? Что полезного, что вам было полезно узнать и как бы что вы будете применять? Здесь, что могу сказать, здесь все методы не верны, то есть ты пока не попробуешь, ты не узнаешь, получится у тебя продавать или не получится. То есть в основном, как вам сказать, каталог оформлен так, что человеку сегодня что-нибудь захочется, во-первых. Что могу сказать, первые заказы у людей могут быть маленькими. Почему? Потому что некоторые не сталкивались с продукцией компании вообще, то есть не пользовались. И они как бы просто сначала попользоваться, потом им понравилось, они начинают уже больше и больше делать заказы. То есть здесь они уже узнают продукции компании, то есть пользуясь. То есть вам прежде всего нужно дать человеку каталог и оставить его на ночь. То есть дать каталогу переночевать у человека. То есть заказ все равно будет, из чего я взял. Так, Антон, ты можешь четко рассказать, когда пробный шаг у новичка и когда он состоит из программы? Пробный шаг, смотрите, пробный шаг, это когда человек, например, в 16 каталоге, он сделал заказ, но суммы не оплатил, но суммы не хватило для похождения первого шага, то есть акции новичка. То тогда это на следующий, это будет заказ рассчитываться как пробный и уже на следующий каталог можно участвовать в акции новичка следующего каталога. То есть в 17 каталоге он может уже участвовать. То есть если человек, например, в этом каталоге сделал и оплатил, но у него сумма не хватает, если он каталог пропускает, то есть он делает, например, заказ уже в 18 каталоге, то он слетаться с тактовой. В период стартовый, пробный шаг только для акции новичка, запомните. То есть для других шагов, вот написал, я не помню, то что где-то слышали про пробный шаг, то что можно там не выполнять условия там 1900 по стартовой, а там, например, маленькие заказы сделать, а потом начать. Нет, такого нету. То есть именно стартовый уже первый шаг, пробный шаг именно для акции новичка. То есть последующие шаги должны быть ровно 1900, от 1900 по ценам консультанта и выше, не включая доставку и каталоги. То есть перерыва не может быть и оплата строго до конца каталога. Люди, они идут, они будут и в двухнедельные идти, будут, что могу сказать, если 31-го, 1-го люди регистрируются в компании, то они всегда идут. Некоторые по три регистрации в день, в период, ну, короче, как вам сказать, пока вы отдыхаете, кто-то работает, кто-то растет. Больше отдыхайте, нам больше достанется вам выбирать. То есть проработать именно людей по стартовой программе, которые идут, своих лидеров, чтобы они знали, чтобы они донесли уже своим новичкам, потому что этот каталог, следующий, который завтра начнется, уже две недели. Заказ должен быть суммарным, может быть суммарным, не обязательно одним каталогом. Фу, одним заказом. Некоторые делят, например, они хотят уже шаг получить за 99 рублей, то есть 3 900, они делают тремя-четырьмя заказами по-разному. Но главное, чтобы к концу каталога в уплаченной сумме, должна быть оплачена сумма нужная. То есть если ее не будет, то, соответственно, не пройдете. За две недели вам могу сказать, еще раз повторюсь, можно вырасти и хорошо вырасти. То есть если вы будете передавать это именно структурам, то есть ваши новички будут работать, находить людей, которые с заказами. Почему товар оборота должен, например, не подтвердиться? Если человек шел на бизнес, идет по стартовой уже программе, да, почему он не будет следующий заказ делать? Он может, как вам сказать, не прийти, не сделать заказ, потому что вы не оповестили его, что двухнедельный каталог в этом случае. То есть вам сейчас уже нужно новичкам, вот даже с сегодняшнего дня, уже всех оповестить, чтобы они знали, что 17-й каталог, две недели. И все. Ольга, мы уже заканчиваем. Нет, заказ от Ахмадулина не обязательно единовременный, главное, чтобы сумма по каталогу была 1499, я даже не помню, насколько заказ нужен, но чтобы он был по каталогу, именно эта сумма была оплачена. А вот подсказали 1999, то есть можно двумя, потому что там будет участвоваться именно сумма, которая в каталоге. И смотрите, еще бывает такое мнение, то есть они смотрят, есть наборы в каталоге, когда продают, например, в этом каталоге какая-то вода и парфюмированный гель в наборе. То есть вы, если набором берете, то считайте именно набором, не отдельно то, что там вверху написано, а именно набором. Потому что именно то, что если вы берете набором, это отображается уже на последующем шаге. Ахмадук Мадулина – это акция новичка, да. Акция новичка – это первый шаг стартовой программы. Запомните, то есть первый шаг у нас всегда разный. А последующие, второй, пять и до девятого, они идут фиксированы и не изменяются. То есть компания может изменить набор, но это уже в новостях до изменений, не понял, сколько, наверное, полгода назад. Сейчас не меняется. Он стабильный, идет девять шагов от второго до девятого и не меняется. Так, ну все, на сегодня я, наверное, заканчиваю. Если есть вопросы, давайте я сейчас минутку еще жду. Если нет, то отмиловуйте. Если есть, задавайте. Да, запись вебинара будет. Вот, еще такая картинка. Запомни, мысли материализуются. Как ни крути, они сбудутся. И на какой настрой вы себя настроите, то и будет. То есть, если вы себя настроите, то, что у вас это будет. Что позитивно, что негативно. Оно будет. Только вы сами в этом будете виноваты, что это притянули. Давай не напиши. Не по теме. Ты можешь, это легко. Я могу и всю структуру, у нас там 21, почти 22 тысячи. Я могу это все просмотреть в разделе «Моя структура». Нажав фильтров «Вся структура» и, соответственно, новички там, где все поставить и применить фильтры. У тебя выйдет вся структура. Ну, сразу же говорю, по сообществу. Ольгу, пианино добавили в чат рассылки. Должен не пойти, я, конечно, говорю. В чат рассылки по базе, именно по сообществу рассылать. Потому что уже от тебя, Нина, не будут доходить письма до структуры Ольги. То есть, если Ольга не добавлена, ее нужно будет добавить. Давай, это с тобой сейчас уже после вебинара я тебе позвоню и покажу. Давайте все, я вижу то, что, да, давайте-то групповой создадим и все обещаем. Давайте пока-пока всем. Желаю вам не стояния на месте в 17-м каталоге, а наоборот, огромного роста. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok